Несмотря на то, что фестиваль 18-й, впервые он состоялся 32 года назад. С тех пор поучаствовать в нем приезжали кукольники из США и Австралии, Японии и Аргентины, практически всех стран Европы, а также Израиля, Ирана и ЮАР. В этот раз, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в мире, география участников все равно широка. Изюминкой, например, станет результат работы Международной школы-лаборатории для молодых артистов с названием «Луна для всех одна». Это будет спектакль «Тихая песня Луны». Два года назад нам удалось собрать участников этого проекта со всех континентов. В этом году ситуация сложнее, но мы решили, что этот проект обязательно должен существовать и продолжать свою жизнь. Поэтому мы будем стараться, что раз в два года собирать этот проект. В этом году в проекте принимают участие Луис, Париса, также у нас Роман из Донецка и российские участники Полина из Новосибирска, Александра из Кургана. Спектакли фестиваля пройдут на пяти сценических площадках. На малой и большой сцене театра кукол, на малой сцене театра драма, на сценах театра юного зрителя и областной филармонии. Программа уже утверждена. Многие спектакли рассчитаны на зрителей постарше и, скорее всего, заставят подумать. «Когда собирается фестиваль, и раньше я всегда считал, если есть каких-то два-три спектакля необычных по форме, вызывающие дискуссии, споры, это уже замечательно и можно считать, что фестиваль состоялся. Если вы посмотрите на нынешнюю программу и посмотрите фестивальные спектакли, то тут окажется этих спектаклей гораздо-гораздо больше, которые могут принести для вас какое-то неожиданное впечатление». Фестиваль традиционно не имеет конкурсной основы. Абсолютно все участники получат именные дипломы, гравюры и призы с изображением Петрушки. А также, как известно, счастливый билет. Давно замечено, что пройдя рязанские смотрины, театр вскоре становится лауреатом «Золотой маски». Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».